Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 11 ноября, Православная Церковь совершает память преподобного Авраамия Затворника Пресвитера и Блаженной Марии, племянницы его. Преподобный Авраамий Затворники и Блаженная Мария, подвязавшиеся в селение Хидана, близ города Эдессы, были современниками и соотечественниками преподобного Ефрема Сирина, который впоследствии написал о их жизни. Преподобный Авраамий начал трудный подвиг уединенного жития в расцвете своих лет. Он покинул родительский дом и поселился в пустынном месте, вдали от мирских соблазнов, проводя дни свои беспрестанной молитвы. После смерти родителей святой отказался от наследства и просил родных раздать его нищим. Строгой подвижнической жизнью, кротостью и человеколюбием Авраамий привлекал к себе многих, ищущих духовного света, молитвы, благословения. Вскоре вера его подверглась серьезному испытанию. Он был назначен пресвитером в одно из языческих селений Месопотамии. Три года, не жалея сил, трудился преподобный над просвещением язычников. Он разрушил языческое капище и построил Божий храм. Смиренно, перенося поругания и даже тяжкие побои от сопротивлявшихся идолопоклонников, он в молитвах призывал Господа. «Призри, владыка, на раба твоего, услыши мою молитву, укрепи меня и освободи рабов твоих от уз дьявольских, и даруй им познать тебя, единого истинного Бога». Ревностному пастырю было даровано счастье увидеть завершение своих праведных трудов. Язычники уверовали в Иисуса Христа, Сына Божия, и преподобный сам крестил их. Выполнив священный долг, Авраамий вновь удалился в свою пустынь, где продолжал прославлять Бога, исполняя Его святую волю. Дьявол, посрамляемый подвигами преподобного, попытался прельстить его помыслам гордости. Однажды в полночь, когда святой Авраамий молился в своей келье, внезапно воссиял свет, и послышались слова «Блажен ты, блажен, как никто из людей». Разгадав вражие козни, святой сказал «Я человек грешный, но надеюсь на помощь и благодать Бога моего, и не боюсь тебя». В другой раз дьявол явился пред святым в образе юноши, зажег свечу и начал петь псалом «Блажение непорочнее в путь, ходящее в законе Господне». Поняв, что и это бесовское наваждение, старец перекрестился и спросил «Если ты знаешь, что непорочнее блажение, то зачем ты беспокоишь их?» Искуситель ответил «Я досаждаю им, чтобы победить их и отвратить от всякого доброго дела». На это святой сказал «Ты одерживаешь победу над отступившими от Бога по своей воле, а от любящих Бога ты исчезаешь, как дым от ветра». После этих слов дьявол исчез. Так побеждал святой Авраамий врага, укрепляемый божественной благодатью. После 50-летней подвижнической жизни он мирно отошел ко Господу около 360 года. Преподобная Мария, племянница святого Авраамия, выросла назидаемая его духовными наставлениями. Но враг рода человеческого сумел совратить ее с истинного пути. На 27-м году жизни она, оставив свою келью, ушла в другой город и начала жить распутно. Узнав об этом, преподобная Авраамия, оделся в воинские доспехи, чтобы не быть узнанным, и отправился в город. Он разыскал племянницу и привел ее к покаянию. Преподобная Мария вернулась в свою келью и всю дальнейшую жизнь провела в молитвах и слезах раскаяния. Господь удостоил ее дара исцеления болезни. Скончалась она через пять лет после преподобного Авраамия. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобная мученица Анастасия Римляныни, преподобного Авраамия Ростовского Архимандрита, преподобного Анны Ефимиана, Клавдия Астерия, Неона и Ефианилы, священномученика Иоанна Рудинского Пресвитера, священномученика Евгения Ивашко Пресвитера, мученица Анастасия Лебедева, священномученика Леонида Муравьева Пресвитера, Агломазовских Косьмы Виктора Краснова, Наума Филиппа Иоанна, Павла Павла Андрея, Алексея Василия Иоанна и Агафьи, Николая Пробатова Пресвитера и с ним пострадавших. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok